Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзулин познакомился с объектами жилищного строительства в Наринмаре. Он прибыл в округ с рабочим визитом. Осторожно, карантин. Въезд и выезд в деревню Оксино ограничен. Профилактические мероприятия действуют в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Назад в прошлое в Ненецком краеведческом музее открылась новая экспозиция. Она посвящена тематике 90-х, которые уже стали историей. Визит федерального масштаба. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзулин посетил Ненецкий округ с рабочим визитом. Глава ведомства оценил реализацию в регионе нас проекта «Жилье и городская среда». Осмотр объектов социального значения начинается с нового здания школы номер 3. Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзулина знакомятся с оснащением современной школы. Одной из лучших в городе, да и, пожалуй, во всем округе. На следующий год школа принимает участие в реализации нацпроекта «Успех каждого ребенка». Делегация не оставила без внимания школьную столовую. Она, кстати, была признана победителем регионального этапа всероссийского конкурса. Добрый день, пожалуйста, что у нас сегодня в меню у вас здесь? У нас сегодня комплексный обед состоит из первого обеда. Конечно, обязательно салаты наоборот. Второе мы предлагаем, то есть уже на выход у нас в ответ несты и рыбок. То есть кто любит мясо? Кто любит мясо? Мясо наше местное. Мясо наше местное, да. Мы используем только наше мясо оленином. Еще один социально значимый объект – детский сад «Ромашка». Оттуда делегация переходит на новую смотровую площадку. Напомним, горожане выбрали эту территорию для создания парковки и отдыха в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот объект занял третье место в рейтинговом голосовании 2020 года. То есть у нас очень активно люди участвуют. Поэтому, когда хоро создаётся, она уже имеет некий смысл с продолжением. То есть это сделали... То есть вот в этом году тоже, да, общественная территория, через нас то, что вы учили? Да, да, две больших сделали. А это у нас как начало и потом, потом дальше. И здесь вот будем планировать вот этот пустырь, чтобы заполнить его здесь какими-то смыслами, функционалом и так далее. Всех контрактов с 2017 года ни одного не просрочено. То есть не ушли ни в суды, то есть все завершаются вовремя. Попали в Минстроевский там где-то или как на Братцы тоже по северу у нас были реализованы контракты. Далее на повестке рабочей встречи осмотр аварийного жилого фонда по улице Южная. Расселение граждан из аварийного жилфонда в Ненинском округе осуществляется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и федерального закона номер 185 ФЗ. Переселение осуществляется по региональным программам с софинансированием из федерального бюджета. В этом году, наверное, где-то 130 семей. Здесь в прошлом году было 105, до этого было порядка 60. Переселение идёт? Идёт держать. Да, держать. Да, держать. Ну и сопараллельно он где-то с нос идёт домой. Кроме того, делегация осмотрела новый жилой дом по улице Октябрьская, ознакомилась с результатами проведённого капитального ремонта в многоквартирных домах по улице Меньшикова. Также министр оценил общественную территорию в микрорайоне Городецкий – игровую спортивную площадки. Подробнее о визите Ирака Файзулина в наших следующих выпусках. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». Эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся напряжённой. Только за прошедшие сутки диагноз COVID-19 выявили у 14 жителей Заполярья. В числе заболевших 13 нарядмарцев, кроме того, зарегистрирован один привозной случай из Архангельска. Тема заболеваемости коронавирусной инфекцией вновь стала одной из центральных в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона. Информацию об эпидемиологической ситуации сообщила руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Елена Левина. За истевшую неделю у нас отмечается прирост по заболеваемости на 5,6%. На сегодня показатель составляет 151,6 на тысячу населения. В Российской Федерации показатель не превышает 100. На сегодня у нас на лечении находится 263 пациента, 32 пациента получают лечение в стационаре, остальные пациенты лечатся у нас амбулаторно. Неутешительная статистика по заболеваемости приходит из села Оксино. Под наблюдением сельского медицинского работника находится 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано еще четверо заболевших. Мы сейчас подписываем постановление у вас по введению карантина на территории Оксино. Там у нас высокий прирост, поэтому их закрываем на карантин. Остальные пока под контролем, но необходимости закрывать их нет. Как сообщила Елена Левина, в населенный пункт были направлены 4 бригады санитарной авиации. По итогам вылетов в Ненецкую окружную больницу были госпитализированы 5 пациентов. Для более качественного лечения в село направлен необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. А также в скором времени будет известно о новой методике лечения коронавируса. Сейчас поступила информация с Минздрава, что они отзывают 13 протокол. Сейчас будут внесены доработки. Ждем новых схем лечения после принятия решения. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. По степи контроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках Нижней Пёше, ОМИ и НИСИ. Обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемиологическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Василий Хатанзейский, Алексей Орлов, Телеканал Север. В связи с введенными в Оксино ограничительными мерами и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции действует запрет на въезд и выезд транспортных средств в село. Муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» с 23 ноября, выполняя остановку в селе Оксино, вправе брать на борт судно на воздушной подушке только тех граждан, кто предъявит документы об отрицательном результате теста на коронавирус. Исключения предусмотрены для санавиации, медицинских организаций и правоохранительных органов, доставки лекарств, продуктов и товаров в первой необходимости. Мы, согласно этого постановления, можем заходить в Оксино. Это касается пассажиров, которые сделали ПЦР-тесты, которым 72 часа, у которых есть QR-коды по поводу сертификации вакцинации. Также есть у кого медотвод, также у кого есть справки, потому что не все в состоянии эти QR-коды предоставить. Вот, в принципе, вот такой перечень населения, который мы можем перевозить. О снятии карантина и возобновлении привычного транспортного сообщения с селом Оксино будет сообщено дополнительно. Добавлю, в период ледостава «Северная транспортная компания» работает с ограничениями. Доходим мы пока до Оксино. Сегодня мы попробовали, дошли до Каменки. То есть, Оксино, Хангурей, Каменка до Оксино более-менее нормально. Дальше выше тяжелая ледовая обстановка в виде торосов. Вот так. В сторону Тошевской, Великой Височной мы пока дойти не можем в связи с природными условиями. Также на сегодняшний день выполняются рейсы на судах на воздушной подушке по маршруту Наринмар-Налименос через деревню Куя и Андик в село Тельвеска и деревню Макарова. В Ненецком округе участились случаи гибели на воде. Только за осень 2021 года на Печоре произошло две трагедии. Обе закончились летальным исходом для водителей транспортных средств. Как обезопасить себя и пассажиров, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. На несанкционированной переправе между Наринмаром и селом Тельвеска автомобилисты ездят регулярно и тем самым подвергают свою жизнь опасности. Ледовое покрытие еще неустойчивое. Есть места, где толщина льда еле достигает 5 сантиметров. Именно поэтому необходимо следовать только проложенным маршрутами до населенных пунктов, которые будут установлены в ближайшее время. Структура льда неоднородная. В местах, где слабое течение, он нарастает уже и до 20 сантиметров, и до 30 в некоторых местах. Но в местах с сильным течением, в местах, где выходят подводные течения, там толщина льда в некоторых местах и до 5 сантиметров. Все сейчас припорошено снегом, поэтому визуально это обнаружить невозможно. Также стоит остерегаться мест, куда попадают теплые воды. Это касается очистных сооружений в городе и поселке искателей. Согласно постановлению главы города и Заполярного района, можно выезжать на лед на снегоходной технике, в снегоболтоходах после достижения льда 16 сантиметров по установленным маршрутам. На данный момент, по данным ОГМС, толщина льда составляет 17 сантиметров. Но, как мы видим, находимся мы на несанкционированной переправе села Тельвиска. Машины уже идут здесь. Видительная просьба ко всем гражданам соблюдать законодательство. И ни в коем случае не выезжать на автотранспорте на лед. Переправа села Тельвиска будет открыто установленным образом, когда она будет сделана. Автомобилистам, которые нарушают правила проезда по несанкционированной переправе, грозит административный штраф в размере до 5000 рублей. С целью предупреждения и ознакомления водителей сотрудники главного управления МЧС проводят рейды. Хочу напомнить вам, что выезд на ледовое покрытие водного объекта на дне низком автомобиле упроки запрещен. Что касается толщины льда, то она остается на прежнем уровне. Толщина льда на протоке Городецкий-Сшар в районе города Наринмар на сегодняшнее число составляет 17 сантиметров. Снег 14 сантиметров. При среднем многолетней норме на это число 34 сантиметра. 23 ноября 2020 года толщина льда оставалась на том же уровне 17 сантиметров. Долгожданное открытие. Завершена реконструкция участка автомобильной дороги по улице Ленина. Водители и пешеходы уже успели оценить качество дорожного полотна. Тему продолжит моя коллега Наталья Дуркина. Внезапное открытие участка автомобильной дороги стало неожиданностью для жителей города. На протяжении двух лет пешеходы и автомобилисты искали объездные пути, чтобы попасть к своим домам и социальным объектам. Реконструкция автомобильной дороги по улице Ленина началась еще в 2019 году. Были проведены геодезические и разбивочные работы с возведением земляного полотна. Укладывали асфальт в три слоя. Два нижних по 7 сантиметров и верхний 5-сантиметровый. Всего 7,5 тысяч квадратных метров асфальта. Параллельно с асфальтированием велись работы по оборудованию тротуаров, озеленению и благоустройству прилегающей территории. Работы по перекладке инженерных коммуникаций, установке столбов освещения, устройство дороги, пешеходной дороги, перекладка газа среднего давления, протяженность дороги 490 метров. И, соответственно, устройство ливневой канализации через путем септиков. Заключение о соответствии объекта было выдано подрядчику 16 ноября. А 17-го – разрешение на ввод в эксплуатацию. Сегодня дорога открыта для движения автомобильного транспорта. Что касается возвращения автобусного маршрута, то с 1-го декабря он пойдет по старой схеме с конечной остановки в Кармановке на улице Ленина. К слову, жители региона положительно оценили открытие дорожного полотна. Замечательно, что наконец-то открыли тот аппендикс так называемый дорожный. Очень здорово там есть и продуктовый магазин, и промышленный, и магазин КПЗ. Замечательно, что теперь и автобус будет ходить до конечной станции. И дорога вообще замечательная. Наверное, это единственная дорога, которая есть в той части у нас нашего города. Поэтому я крайне рада. И для меня это огромный плюс и комфорт. После реконструкции проезжая часть автомобильной дороги имеет три полосы движения. Две полосы движения в направлении от магазина «Кооператор» до улицы Рыбников. И от магазина «Кооператор» в направлении улицы «60 лет СССР». Они выполнены с устройством соответствующих дорожных знаков и разметки. Съезды, парковки, автобусные карманы приведены в соответствие. Автобусные павильоны выполнены в едином стиле. Также устроены тротуары на всем протяжении участка. Заменена линия наружного освещения. Рассказали в профильном департаменте. Напомню, контракт на выполнение работ был заключен с компанией «Строй универсал» в 2019 году. Реконструкция данного участка дороги проводилась в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Место для души. Именно так называют клуб любителей литературы при Ненецкой центральной библиотеке. Для участников кружка по интересам книги – это не просто бумага с текстом, а целый мир. О тех, кто выбрал своим хобби литературу, расскажем далее. Удивительно, но даже век высоких технологий здесь всегда многолюдно. В клуб любителей литературы при Ненецкой библиотеке неравнодушные к чтению на редмарцы приходят ежемесячно по субботам. Обсуждают книги и вступают в дискуссии по прочитанному. «Клуб любителей литературы» изначально назывался «Клуб любителей толстых журналов». Потому что когда он создавался, это было в 1986 году, по всей стране, было такое веяние, что при многих библиотеках создавались клубы. И, как правило, это были клубы литературные, не клубы по интересам, а именно клубы, связанные с чтением литературы. Если окунуться в историю и разобраться, почему он изначально назывался «Клуб любителей толстых журналов», то все просто. В те времена новые произведения выпускались в журналах, но сейчас технологии и издательское дело вышли на другой уровень. Литературные новинки легко можно найти как в электронном виде, так и в бумажном. «Книги – моя страсть. Сейчас я больше не читаю, но слушаю аудиокниги и получаю удовольствие двойное от чтецов, которые исполняют художественные тексты. Есть любимые бумажные книги. Как-то давно не читала, перешла на электронные, это очень удобно. Но и уже от электронных книг отхожу, предпочитая аудиокниги». Ирина Коткина в клубе около 30 лет. Больше всего ей нравится атмосфера, в которой можно процитировать строчку из любимой книги. И тебя обязательно поймут. В клубе насчитывается около 15 человек. Приходят новые люди, кто-то остается, кто-то уходит. Но любовь к книгам – это то, что заставляет людей возвращаться в этот клуб для души. Я преподаватель социально-гуманитарного колледжа, и эту мысль постоянно внедряю в своих студентов, пытаюсь доказать им, что жизнь без книг, она неинтересна, она скучна, она однообразна. А в книгах душа поэта, душа писателя, она воспитывает нашу душу, совершенствует наш внутренний мир. И поэтому я за то, чтобы все любили книгу и посещали клуб любителей литературы. Помимо атмосферы друзей и интересных литературных дискуссий, клуб дает читателям нечто большее – желание стать частью литературного сообщества. Так как в клубе есть авторы, которые известны в регионе. Например, Татьяна Окладникова. И вот на писательском поприще решила попробовать себя Раиса Рочева. Как-то вот впечатлилось однажды, так как я работаю в центре социальном. И к нам приходит поколение таких людей, сейчас говорят, высокого возраста. И они восхищают порой. И вот под впечатлением встречи с ними. Вот стали возникать рассказы. Вот так и стало писать. В клуб приходят и те, кто в нашем городе проездом, и писатели из других уголков России. Попасть в клуб очень просто. Достаточно лишь вашего желания. Сотрудники библиотеки подскажут ближайшую встречу. А члены клуба обязательно встретят вас с теплой атмосферой. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Теплая ностальгия. В Ненецком краеведческом музее открылась новая экспозиция. Она посвящена тематике 90-х. О старых добрых предметах и их хозяевах расскажет Катрина Тайборей. Любопытная фотография, где изображен даже наш научный сотрудник. Такие добрые и душевные фотографии хранят в себе разные истории и память о былых временах. А в атмосферу лихих 90-х можно перенестись, посетив тематическую выставку в Ненецком краеведческом музее. Через личные истории жителей Ненецкого округа раскрыть этот интереснейший и противоречивый период истории нашего региона. С декабря 2020 года жители округа помогали собирать предметы из времен 90-х. Была проведена и аналитическая работа, а также сбор информации и личных историй, а также оформление экспозиции дизайнера. За время реализации проекта «Остров НАУ» собрано 48 новых экспонатов. Один из них – урна избиркома НАУ. Сколько раз ходили на выборы, мы в то первое постсоветское десятилетие. Оказывается, семь раз, семь выборов, больших избирательных компаний было тогда, и четыре референдума. То есть достаточно активно мы участвовали в этом избирательном процессе. Следующий экспонат – «Совик». Такую одежду производил Леонтий Чупров, а вернее предприятие «ТО Михайлович» с 1992 по 1994 год. Далее взгляд падает на старую всем знакомую технику – телевизоры, видеокамеры, проигрыватели, полароид и даже первый ноутбук. А также легендарная приставка «Дэнди». 90-е годы – это время, когда дети просили родителей купить им новые игрушки, но не машинки и куклы, а приставки телевизионные, для того, чтобы можно было играть в разного рода стрелялки. Естественно, изменился досуг взрослых, потому что мечтой каждой семьи стало приобрести видеомагнитофон. Преломный момент цифровизации пришелся на 90-е годы. Те гаджеты, которыми мы пользуемся постоянно, пришли в нашу жизнь именно в те времена. В 90-е годы, несмотря на все противоречия, несмотря на сложность, несмотря на дефицит, карточную систему, невыплаты зарплат, тем не менее запомнились своеобразной технической революцией, потому что в каждом доме появляются новые предметы, мы их экспонируем. Дополняют увлекательную выставку фильмы истории жителей Нильского округа с воспоминаниями о 90-х годах. В течение ближайшей недели вопрос будет решен. Он и был решен действительно в течение недели, и заработную плату учителя получили. Но это были работники школы номер 3. Они выражали мнение всех абсолютно учителей. Это история Вячеслава Карибанова. На видеоролике он рассказывает, как учителя боролись за получение зарплаты. 90-е годы были довольно тяжелыми, и жители города об этом помнят. Хорошего ничего не было. Одно плохое. А что плохого? Бандитизм, пьянство. Лучше не вспоминать. О выставке и условиях ее посещения можно узнать по телефону, который вы видите на своих экранах. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.